Я вот ещё что хочу сказать, мои дорогие. Здесь вот присутствует очень много женщин, девушек, девочек. Я ещё вот такую тему хочу затронуть. Ты сейчас сказал про звёздность, да? Сейчас проходит то время, когда смертельно больной человек выглядит плохо. Сейчас проходит это время, когда он-то больной, должен идти непонятно в чём, непонятно как себя чувствовать, непонятно как выглядеть. Я хочу через свой пример до вас донести. Если даже у вас какая-то очень сложная ситуация, пожалуйста, если вы способны встать с кровати, если вы способны встать со стула, с инвалидного кресла, прийтись к зеркалу. Это первый ваш мотиватор, чтобы чувствовать себя живой, понимаете? Я сразу себе сказала, когда от химиотерапии у меня, естественно, выпали все волосы. У меня свои волосы были ниже попы. Химиотерапию доскопозно бахнули, естественно, я какое-то время была лысенькая. Я сразу сказала, никаких платочков, никаких повязочек. Я хочу какие-то парички. Мне друзья притащили паричок, и я постоянно ходила с прическами. Я постоянно наводила себе вот эти стрелки. Стрелки – это святое, это моё всё. То есть я, у меня уже подписчики всего и знают, да-да, если стрелки есть, пусть кривые. Но если они есть, значит, ага, я подходила к зеркалу. Ну, неважно, да, у каждого своё. То есть у кого-то там любимая пенечка, что-то на руке. У каждого свой какой-то любимая юбочка. Не убирайте, пожалуйста, в шкаф любимую одежду. Смотрите на неё и говорите. Так, сейчас мне станет полегче, одену это красивое платье и буду самой красивой. Когда мне только-только, мне чуть-чуть полегчало после лучевой, я поставила в центре кухни свои тапки на каблучке. Не поверите, я так настолько мечтала выйти на подиум. Я же постоянно, ну, когда болела, ходила скрученная. Я так мечтала выйти обратно на подиум, что я подходила к этим тапочкам, становилась на них. Вот такое вот, я весила тогда 45 килограмм, такое, знаете, существо скрученное такое, полупрозрачное, вымученное. И я такая посреди кухни, держась за стол, стою в этих тапочках на каблуках. Они такие вот с пушком, такие красивенькие. Хотя бы минутку, думаю, если я в них простаю, это будет мега-победа. Понимаете как? И так было изо дня в день. Изо дня в день была какая-то маленькая победа. Поэтому первые, первые самые, так скажем, правила, как только у вас появляется минутка, приводите себя в порядок и чувствуйте себя живой. Дорогие друзья, Лама Сапонова сегодня отправляла нас, и Лама Сапутка первых, и здесь берег вырежутся на высоте нашей встречи. Мы не прощаемся, мы сейчас проводим наши гости.